всем привет с вами Алексей и мы продолжаем проходить историю Семёна в бесконечном лете основной версии прошлой серии мы с вами так сказать попали на плохую концовку неожиданно так вышли на плохой финал но сейчас попробуем другой вариант поехали вот мы выбирали пойти за голосом и в итоге он кончился у нас Семён а теперь мы выберем не ходить за голосом ну а сперва разумеется конечно хочу поблагодарить вас за то что вы меня поддерживаете и не вынимаете спасибо вам за поддержку за лайки за комментарии ну продолжаем выбираем не ходить за голосом так нет знаешь что я не могу вот так за пару минут поверить тебе с тем товарищем я все же знаком поболее да и аргумент у него весом ты пожалеешь эти слова прозвучали как будто бы из другого мира похоже голос исчез конечно я не мог быть уверен в правильности своего выбора это просто решение условленное нехваткой времени а вот прав я или нет это скоро выяснится через пару минут я уже стоял на остановке вместе с остальными пионерами все собрались начала ульга дмитриевна сегодня вы покидаете наш лагерь и на прощание мне хотелось бы вам кое-что сказать она заметно нервничала и никак не могла подобрать нужные слова надеюсь что время проведенное здесь вам запомнится на всю жизнь что у вас останутся только приятные воспоминания о совенке также я надеюсь что здесь вы стали чуточку лучше смогли чему-то научиться познакомились с новыми друзьями в общем возвращайтесь в следующем году вожата отвернулась похоже она пыталась держать слезы я не ожидал от нее такой эмоциональности хотя все равно ее слова показались мне полнейшим бредом как и всегда пионеры начали весело кричать толкаясь загружаться в автобус я решил еще немного постоять и попрощаться с этим лагерем внезапно захотелось бросить монетку конечно фонтана здесь не было да и возвращаться сюда желания не возникало но ведь это просто примета а в них я не верю по крайней мере не верил раньше пошарив карманах я нашел лишь пару фантиков от конфет карандаш и клочок бумаги повертев их некоторое время в руках я присел на корточке положил бумагу на землю и корябал несколько слов и здесь не просто так усмехнувшись своей глупости я бросил плачок под колеса автобуса и поднялся в салон мне досталось место в середине а самым странным было не это а то что все пионеры сидели по парам только я один впрочем какая уже разница через несколько часов я либо исчезну либо начну все по новому автобус мирно подпрыгивая на кочках медленно ехал в сторону райцентра завидавшими виды стеклами в непроглядные ночи ничего нельзя было различить впрочем окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего я просто сидел и ждал неизбежного в голове впервые за голове впервые за долгое время было совершенно пусто пионеры вокруг меня развлекались как могли ульянка с алисой играли в карты лена читала книгу о славе спала мику безуспешно пыталась завести разговор с женей а та из последних сил сдерживала желание убивать электроник шуриком как всегда что-то мастерили только на меня никто не обращал внимание может быть это не несколько надуманное ощущение в лагере я привык считать тебя пупом земли думал что все крутится вокруг меня отчасти возможно так и было но здесь и сейчас я всего лишь инородное тело я не знаю сколько мы ехали но вскоре меня начал одолевать сон я отчаянно боролся с морфеем стараюсь продержаться как можно дольше в конце концов вполне возможно что сегодня последний день моей жизни тогда наверное имеет смысл цепляться за эти несколько часов бессмысленного никому не нужного существования я внезапно вспомнил про тот клочок бумаги несколько слов написанных на нем я их видел раньше но как я мог сразу не понять может быть эти пионеры вся эта чертовщина так затуманили мой мозг голова буквально разрывалась от вопросов впрочем вскоре усталость физическая а главное эмоциональная взяли свое и я заснул оп день многоточия резкая боль сковала все мое тело особенно остро она ощущалась в висках они словно были готовы расколоться на тысячу маленьких кусочков давая свободный доступ ветру в мою пустую голову наверное я бы не выдержал на 5 минут такой пытки если бы вовремя не открыл глаза я находился где-то точнее сказать нельзя разум заволокло туманом а мысли путались это то время между сознательным и бессознательным а когда когда хорошо помнишь сны я ехал куда-то в каком-то автобусе и уже почти задремал как ко мне подошла девочка и начала что-то быстро говорить слов было не разобрать девочка та выглядела расстроена я никак не мог понять что и от меня надо время шло она все говорила и говорила без остановки это уже начинало меня раздражать я хотел попросить ее помолчать или хотя бы умерить свой пыл но ничего не вышло то ли у меня не получилось ничего сказать то ли слова не дошли до нее лица ее я разглядеть не смог лишь смотрел и слушал слушал и смотрел наверное в тот момент для меня это было неважно ведь вряд ли обычно запоминаешь как выглядит назойливый комар мешающий спать вряд ли потом можешь вспомнить чистоту взмаха его крыльев или угол наклона носика так и эта девочка один из миллиона голосов которые мешают сосредоточиться мешают думать мешают спать чем громче становились ее слова тем тяжелее они доходили до меня салон автобуса растерзанные временем кресла бугристый пол ржавый потолок треснувшее стекло в кабине водителя все это уплывало вдаль вместе с ней тогда я почувствовал несравненное облегчение неважно насколько реален был этот автобус эта девочка они для меня представлялись всего лишь навязчивой мошкой и вот я уже вишу в абсолютной пустоте и проваливаюсь в сон бывает же приснится такое вроде бы и не кошмар но явно что-то не особо нормальное я встал потер руками лицо чтобы вернуться к реальности громко зевнул и собрался привести себя в порядок утро сегодня выдалось на редкость хмуром не найдя в столе пакета с умывальными принадлежностями не решил что можно обойтись и так одеться удалось с трудом очень уж сильно дрожали руки я посмотрел на себя в зеркало и по достоинству оценил двухнедельную щетину что же может у гляги Дмитриевны найдется бритва и только выйдя на улицу я понял что ни в каком я не в пионерлагере а снова в своей квартире и вышел я не на улицу а в коридор удивление смятение страх даже ужас охватили меня но как я сел на кровать и закрыл лицо руками пытаясь вспомнить события вчерашнего дня да автобус последний день смены да я заснул и проснулся снова дома ну в общем до определенной степени все логично наверное основное удивление прошло в первые секунды и под законом то что я вернулся вот так после недельного отсутствия не более странно чем то как я внезапно оказался в некоем пионерлагере в 80-х годах события последних двух дней до мгновения пронеслись у меня перед глазами тот таинственный пионер его слова но как же тогда удалось вернуться в реальность если верить ему я должен был застрять там навечно ведь выхода нет с другой стороны он был не один пионерные остановки и голос утверждали совсем обратно что оттуда есть выход значит я его нашел смог вырваться из замкнутого круга но как к тому же теперь непонятно радоваться мне или огорчаться за последнюю неделю я так привык к изматывающему внутреннему монологу поиску ответов и анализов всего и вся что просто не мог принять этот факт не выяснив почему все произошло именно так да он говорил что я единственный кто на первом витке узнал о существовании себя подобных и что это меняет в любом случае вся его теория все его рассуждения в микро сыпались как карточный домик теперь предстояло решить как на это реагировать конечно надо радоваться ведь я вернулся в реальный мир может последние 7 дней лишь сон ведь нет никаких подтверждений того что я действительно там был нигде не видно моей пионерской формы выгляжу я как раньше и раньше на свой возраст мобильник валяется на столе с полной зарядкой однако память не обманешь настолько реальные ощущения нельзя пережить во сне да и помню я во всех подробностях события целой недели конечно возможно все это время я был в коме у меня вырвался невольный смешок нет это тоже не вариант тогда получается что все хорошо что хорошо кончается вспомнились последние часы моего пребывания там ведь я уже не надеялся выбраться если не из лагеря то из той реальности я уже был готов к еще одной неделе а потом еще и еще я согласился со своей ролью примирился с судьбой да и что мне оставалось после всего случившегося я обреченно вздохнул с трудом встал с кровати и подошел к компьютеру странно но если верить ему с момента моего исчезновения прошла не неделя а всего 14 часов ну и новое сообщение в мессенджере «Привет, Семен классно вчера посидели ты нас не забывай звони почаще институтский товарищ именно на встречу с ним и остальными одногруппниками я собирался тогда и тут вдруг вернулось все боль, головокружение а в комнате повис стойкий запах перегара получается я действительно был вчера на этой встрече и культурно отдыхал получается не было никакого пионерлагеря но откуда же тогда взялось столько воспоминаний эмоций, чувств это все настолько непонятно что я взбесился начал орать матом рвать на себе волосы и стучать кулаками по клавиатуре когда на ней не осталось ни одной кнопки я кое-как пришел в себя зачем так переживать никто же не расстраивается от того что заканчивается сон или галлюцинациям наоборот зачастую люди этому радуются неужели я настолько был готов остаться там что возвращение в реальность оказалось для меня нежеланным и тут появилась как будто бы самая верная мысль может быть я схожу с ума у этих психов часто бывают видения которые они выдают за реальность да и все предпосылки у меня для этого есть безвозное сидение в четырех стенах отсутствие реального общения куча психологических проблем что ж это многое объясняет я нервно засмеялся тогда мне пора к психологу нет уже к психиатру или сразу в желтый дом карету мне карету сквозь хохот заорал я что есть мочи поручих желает в номера стук соседей по батарее кое-как меня успокоил если уже накрыло такими глюками то тут похоже поможет только лоботамия хм в пространстве я просидел несколько часов ни о чем не думая ничего не делая просто пялился вдовну погасший монитор наконец я подергал мышкой и открыл пару вкладок в браузере так что нового опять опять как будто событий прошедшей недели и не было действительно что горевать о галлюцинациях реально много воспоминаний кажется похожим на правду все непременно доказательства нет юридикт ясен дальнейшая линия поведения тоже я уже давно понимал что такой образ жизни меня до добра не доведет может быть я не был готов к тому ну и что может быть я не был так может быть я не был готов к такому ну и что впредь буду осмотрительнее в подобных трипах а вечер вереница трэдов и картинок несколько отвлекла меня от грустных мыслей из самокопания неожиданно выскочило окошко сообщения привет как дела ну да крайне оригинально нормально ответил я информация о контакте была совершенно пусто даже вместо ника стоял всего лишь девятизначный номер но по номеру же нельзя узнать что за человек на другом конце сетевого кабеля так хотя конечно когда нибудь все будет по другому унифицированные числовые идентификаторы вместо имен набор символов биографии несколько байт характера и три с половиной бита чувств как доехал наверное кто-то из тех кто не был вчера судя по всему нормально все запомнил что я тебе вчера сказала ну нет после длительной паузы появилось еще одно сообщение ясно плевать и хотел кто это из какой целью он мне пишет наверное та девочка которая ему что-то говорила в автобусе а она наверное с ним на связь вышла вот так это чисто мое мнение пока неизвестный абонент не напрягал мне было совершенно параллельно его присутствием в моем контакте с тем но это ничего мы еще встретимся обязательно встретимся буду ждать с нетерпением а хорошо пока я не стал отвечать этот непонятный скомками день подходил к концу ложась спать я еще раз быстро прокрутил в голове все события которые ему казались реальными где же я проснусь завтра может быть в алюцинации вновь вернутся нет скорее все забуду как ни странно сейчас я отчетливо чувствовал что все происходящее реальным там это вымысел игра не больного воображения или правда что-то фантастическое а здесь реальность да не всегда приятная не всегда такая как и хотелось бы ее видеть преподносящая подобные сюрпризы но реальность с такими мыслями я заснул постепенно жизнь вернулась в привычное русло я стал забывать о особенности о событиях той недели в конце концов ничего страшного и не произошло же даже если все это было по-настоящему то что с того семь дней в пионерлагере не более меня не убили не ставили надо мной опытов не промывали мозги и так ли уж важно теперь что стало причиной а если это все было галлюцинацией то стоит надеяться что она больше не повторится я по-прежнему практически не выходил из дома компьютер и интернет оставались моими единственными друзьями а клавиатура единственным способом общения с внешним миром кнопка F5 вновь стала главной в моей жизни все не так уж плохо если вы думаете сам однажды на экране вновь высветился знакомый набор цифр мне писал тот неизвестный контакт привет привет как поживаешь нормально наверное я действительно его знал его впрочем какая разница что нового ничего стабильность признан класса можно и так сказать понятненько для меня разговор был закончен но для него похоже нет значит ничего не изменилось не это должно было но все таки такое не каждый день происходит не с каждым ты про что а ты сам не понимаешь кажется я начинал догадываться предпочитаю если ты пояснишь не вспоминаешь про лагерь мне словно током ударило все события той недели мгновенно всплыли в мозгу а руки задрожали а по лицу потек холодный пот и я с ужасом оглянулся ожидая увидеть там инопланетян при видении или семерц косой но моя квартира была как всегда пуста я выбежал в коридор тщательно осмотрел кухню и ванную никого наконец я вернулся к компьютеру на экране все так же спокойно мигалак на сообщение словно его содержимое было совершенно обычным ты кто не попадая по клавишам с трудом напечатал я ну значит вспоминаешь может быть галлюцинации продолжаются или я никуда не уезжал из того лагеря или все это вообще всего лишь сон или я не знаю что сказать искренне признался я да наверняка эта сущность единственное определение которое пришло мне в голову не нуждается в интернете для коммуникации со мной но можешь ничего не говорить все и так понятно смайлик в конце показался мне исчадие мада разверзающим свою безобразную пасть чтобы поглотить меня что со мной происходит я все таки решился задать вопрос ничего совершенно ничего ты живешь своей обычной жизнью лагерь там все было реально а как ты сам считаешь я не знаю если для тебя это было реально то да реально если нет то нет все просто же ничего не просто что со мной будет дальше шептал я ничего страшного похоже похоже она действительно меня слышала но без всякого интернета ужас сковал все тело я закрыл глаза и сжался в комочек зачем зачем вы все это со мной делаете я начал бредить слова сами вырывались изо рта бессвязный бессмысленный набор слов зачем зачем почему я зачем оставьте меня в покое я ничего плохого не сделал спустя несколько минут я нашел в себе мужество приоткрыть один глаз посмотреть на монитор ты причина всему полному галактному сообщению и что дальше скоро узнаешь в глазах начало темнеть в ушах зашумело и закружилась голова я почувствовал что само мое естество врывается из физической оболочки события прошедших нескольких дней стали какими-то далекими словно все это было не со мной затем из памяти начали истираться воспоминания о лагере как будто кто-то ластиком тщательно вымарывал написанные карандашом слова через мгновение я уже ничего не чувствовал и не ощущал словно погрузившись в внеземное блаженство если бы в тот момент меня кто-то видел то можно было бы заметить что я улыбаюсь что-то залип я отправил спамера в игнор закрыл окно сообщения развернул браузер и посмотрел на часы куда уходить иначе опоздаю титан-одиночество у каждой истории есть начало и конец у каждой истории своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги и нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывались бы вещи, на которые раньше не обращал внимания у каждой истории есть начало и конец почти у каждой ну ну вот и всё прошли мы с вами историю Семёна рут Семёна как его ещё можно назвать но для меня это просто нейтральная концовка я её так называю так что а что же с ним будет дальше с Семёном оооş что-то с ним ещё будет ещё одна история вот именно в этом в этой основной версии бесконечного лета ещё одна история осталась у нас для вас у меня осталась, да так что ждите скор hottest новая история, новое прочтение. Как раз то, к которому я шёл. Через все вот эти вот истории. Алисы, Лены, Славе, Мику, Ульяны и Семёна. Только вот после этого, эта история открывается. После всех вот этих вот прочтений. Со всеми девочками, пионерками и про Семёна самого. Ну и как всегда, попрошу вас, если вам интересно, что же будет дальше, не забывайте оценивать мои видео, ставить пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны на него. Нажимайте на колокольчик рядом с подпиской, активируйте эту подписку, выбрав пункт «Всё уведомления» и тогда точно ничего не пропустите. А также посмотрите другие видео на моём канале. Не спешите подписываться. Просто не спешите, не торопитесь. Посмотрите сперва, вдруг он не понравится. Подписка влияет негативно на канал. Это подпишитесь, запишитесь. Также перемотка видео. Ну, не нравится, если вам. Просто ради того, чтобы меня поддержать, лайк поставить. Не хочется вам слушать то, что там говорится в истории. О чём эта история. Ну, выключите его звук и пусть видео себе идёт. И всё. Лайк поставки и всё. В крайнем случае. Я этому буду рад. Вот. Всё. Так, ну я буду с вами прощаться. Следующую историю начнём в следующей серии уже. А пока... Пока.